Я хочу вместе с вами сегодня порассуждать о ценности христианского общения. И прочитаю из первого послания Иоанна первая глава о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осизали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Итак, ценность христианского общения. Есть вещи очень важные в нашей жизни, о которых мы знаем, что мы их обязательно должны сделать, потому что они имеют важное значение в нашей жизни. Если мы их не сделаем, то за нас их никто делать не будет. К примеру, учеба, работа, попечение о семье, материальное попечение, духовное попечение и многие другие моменты в нашей жизни, мы знаем, что должны делать их каждый день. И за дня в день мы постоянно их делаем, потому что понимаем, что это важно для нашей повседневной жизни. Мы с вами прочитали, и здесь четыре раза, вот в этой первой главе Евангелия от Иоанна, говорится о общении. Если Библия говорит о чем-то, то это важно. Если мы прочитали, что четыре раза в этой главе говорится, что общение с нами, общение с Отцом, общение с Ним, общение друг с другом, то есть говорится об общении, то это важная мысль, это важное учение, которое стоит нам о нем порассуждать и, конечно, исполнять в своей жизни. Одна четвертая население развитых стран чувствует себя одинокой, то есть люди чувствуют себя одинокими. им не хватает общения, они в связи с этим, они проводят жизнь в интернете, наполняя свое сердце не тем, чем нужно. Христианская вера, братья и сестры, она дает очень много для наших сердец. Она изменяет жизнь нашу, она, христианская вера дает прощение, христианская вера в Иисуса Христа, она дает нам спасение. Но среди вот всего этого благословения, очень много благословений есть в христианской жизни. Но среди всего вот этого благословения есть очень важное, о чем Священное Писание говорит – это общение. Общение занимает важное место в нашей христианской жизни. На протяжении всей истории христианства очень много менялось. Была эпоха великих чудес и знамений, но эта эпоха, она прошла. Это были такие знаменательные дни, времена апостолов. Но общение осталось. Эта эпоха прошла, общение осталось. Было время очень сильных гонений на христиан. Это первые века. Это время прошло, а общение святых, оно осталось. Даже мы читаем в Священном Писании, что земля, на которой мы живем, и все дела на ней сгорят. А общение святых, оно останется. Это вечный удел. Это благословение земное, и это благословение вечное. Когда мы читаем и говорим об общении, то речь не идет здесь об общении на работе, где мы находимся 8 часов минимум в день. Это не имеется в виду общение по телефону, по вайберу, может быть, по интернету, потому что все это не восполняет или не наполняет душу человека чем-то нужным, ценным. Но Господь предусмотрел нечто очень важное. Вот такие христианские общения, которые мы с вами имеем. Знаете, сегодня вот эти общения виртуальные, которые так модны и которые так прогрессируют в этом обществе, это болезнь современного общества. Я знаю одного человека, который, я как-то говорил, когда я вижу его на прогулке, он постоянно идет и разговаривает. Я сначала думал, что по телефону, может быть, еще какое-то средство, у него есть коммуникации с другими людьми. Оказывается, он разговаривает сам с собой. И мы понимаем, что это диагноз, это болезнь, это неправильно. Человек должен иметь общение с подобными себе, общение с Господом. Что такое общение? Общение – это встреча лицом к лицу, это сообщество. Это когда ты находишься в каком-то обществе, это соотношение. Вот сегодня мы находимся в собрании, и это общение. Это общение народа Божьего, это общение святых, о чем мы прочитали вот в этой главе первого послания Иоанна. Иногда христиане, не посещая собрания, говорят, а мы были с вами на общении, мы смотрели собрания через онлайн. И тогда мы можем сказать, это не общение, это вы смотрели богослужения по интернету. И это не оправдание для многих. Я понимаю, что это оправдание для тех людей, которые находятся в болезни. И по состоянию физическому они не могут быть в доме молитвы. Для них это как исключение. Можно сказать, что они общаются с народом Божиим. Но если человек звонит и говорит, что что-то интернет плохо работает, пожалуйста, сделайте что-то, потому что общение не получается с церковью, то это не общение. Общение – это когда мы вместе, когда мы видим лица друг друга, когда мы участвуем в служении, когда мы служим друг другу, когда мы встречаемся глазами друг с другом, когда мы приветствуемся, когда мы наставляем, поддерживаем. Вот это есть общение святых. Я хочу выделить некоторые моменты из вот этой первой главы. Первое. В чем ценность христианских общений? Вы, наверное, часто слышите, что христианские общения, они имеют большую ценность. И тогда мы можем задать вопрос, а в чем же ценность христианских общений? Почему проповедники, читая Слово Божие, всегда призывают к тому, чтобы люди были на богослужении, чтобы люди имели вот эти духовные общения? Общения очень важны, потому что они являются Божьим даром. Это Божий дар для каждого из нас. Когда мы получаем какой-то подарок, к примеру, на день рождения, еще какое-то событие в нашей жизни. И вот представьте, получили подарок, и прямо при том же человеке, который подарил, мы его можем выбросить. Это очень будет невежливо, невоспитанно, неприятно. Так и для Господа. Господь ценит, что верующие люди, получая от Господа вот этот дар, они пользуются им, и они ценят его. Во-первых, мы вот можем прочитать первые четыре стиха о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю жизнь, всю вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном, Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Бог создал человека для общения. По замыслу Бога, жизнь людей проходит не в закрытом пространстве, не в каком-то вакууме, но Бог вложил в сердца людей потребность общения. Английский поэт Джон Дон сказал такие слова, «Человек не остров, не просто сам по себе. Каждый человек – часть континента, часть другого». Люди нуждаются в общении. Люди нуждаются в общении каждый день. Христиане нуждаются в таких духовных общениях. Это потребность нашей души. И, конечно, люди нуждаются в общении прежде всего с себе подобными. Мы читаем, когда Господь сотворил первого человека, то Он так сказал, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему бытия». 2.18. Итак, Господь увидел, что человеку одному нехорошо. Ему нужно иметь общение. И Он сотворил помощника. Поэтому, друзья, дорожите помощниками, дорожите близкими, друзьями, потому, что Господь так нас сотворил, чтобы мы имели общение друг с другом. Важно иметь общение с Богом. Мы читаем Бытие 3.9. «И возвал Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Господь видит, что Адам находится в переживании, что ему нужно общение, и Он вызывает к нему, чтобы помочь Адаму. Он говорит, «Адам, где ты?» Ты нуждаешься в общении, но грех препятствует тебе это делать. Возможно, когда люди пренебрегают общением, церкви, грех мешает. И Господь говорит, «Адам, где ты?» Через сделанный грех однажды человек лишился вот этого общения, полноценного общения. Помните, когда Каин возненавидел брата своего, это грех в его сердце был, ему нужно было господствовать, но он не господствовал, и он убивает брата своего. Прекращается вот это общение из-за сделанного греха. Также и когда человек сделал первый грех, то и общение с Богом у многих прекратилось, как у Адама, мы сказали, так и у многих людей в следующих поколениях. Во Иисусе Христе это общение Бог дает снова человеку. Итак, мы сказали, что это дар Божий. Общение было потеряно. Во Иисусе Христе это общение снова возобновляется. Бог дарит человеку эту возможность иметь общение. Общение с Богом, иметь общение друг с другом. Как я сказал, в мире сегодня разобщенность, вражда, ненависть, ссоры. Христианские общения это особое общение, и это дар Божий. Когда мы поддерживаем, понимаем друг друга, когда мы служим друг другу, как Христос показал пример, омываем ноги друг к другу, чтобы тем самым послужить. Иоанн пишет в этой главе, мы слышали, видели, рассматривали, осизали. Они были в общении друг с другом, апостолы, они ходили вместе, они служили друг другу и служили Господу. Поэтому он пишет, что мы слышали, мы слышали Христа, когда были в общении, мы видели Христа, мы рассматривали Христа, мы осизали Его, потому что они были со Христом, они были вот в этом общении. Они имели общение со Христом, они имели общение друг с другом. Вот в третьем стихе об этом мы и читаем. Итак, общение – это дар Божий, потому что таких разных по занятию, таких разных по темпераменту, Господь соединяет апостолов, если мы говорим о них, в одну духовную семью церковь для дальнейшего общения. Господь соединил и нас в одну духовную семью церковь, чтобы мы с вами имели общение. «Я создам церковь мою», сказал Христос, для того, чтобы мы были вместе. Церковь – это собрание. Церковь – это не разобщение, это собрание верующих людей. И тогда, когда люди приходят к Господу, когда имеют вот эти общения, тогда обыденная серая жизнь наполняется смыслом и радостью. Четвертый стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Общение друг с другом приносит радость. Знаете, бывает так, что у людей большие проблемы в жизни, и человек принимает решение – пойду в церковь, пойду к народу Божьему, пойду туда, где звучит Слово Божие, пойду туда, где меня поддержат, где меня поймут. Поэтому общение святых, оно приносит радость. Общение друг с другом, оно приносит радость. Мы читаем деяния святых апостолов, как первые христиане, они находились в общении, и как они имели благословение от этого. И они, это 2 глава 42 стиха, «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. И все же верующие были вместе и имели все общее». И дальше. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, в веселье и простоте сердце, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Итак, апостолы, они имели вот это благословение. Когда мы читаем, то церковь первоапостольская, она является примером для нас сегодня христиан, потому что они ценили. Они даже продавали имения, они там раздавали нищим, кто нуждался, они делились друг с другом, они ценили общением христианским. Как важно нам сегодня ценить христианским общением. Мы читаем в 1-м послании Коринфянам в 12-й главе, что церковь Христова – это тело. Братья и сестры, церковь Христова – это тело. И тело, оно состоит из многих членов. Поэтому как важно, чтобы тело Христово, оно было вместе, оно имело единство, оно имело общность. Я как-то говорил об этом, что представьте, Господь так сотворил наше тело, что оно прекрасное. Каждый человек, он прекрасен по-своему. Господь чудно сотворил человека совершенно. Но представьте, когда мы говорим так, какие красивые голубые глаза у человека. И действительно это так. Или еще на что-то обращаем внимание. Но если взять и вырвать глаз человека и положить его перед собой, и сказать, какой красивый глаз. Мы не можем так сказать, потому что это неприятно, видеть какой-то орган, какую-то часть тела отдельно от тела. Поэтому и в духовном смысле так же, когда кто-то из членов церкви, он отделяет себя каким-то образом от церкви, от единства, от общения, то это неправильно. Господь хочет, чтобы церковь Христова в общении имела единство. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, написано евреям 10.25. Итак, дорожить общением, братья и сестры, потому что общение является даром Божиим. Еще следующее, что мы можем подметить, это второе. Качество нашего общения зависит напрямую от глубины нашего общения с Богом. Пятый и шестой стих. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Наши христианские общения, они должны быть особенными, они должны быть духовными, они должны быть христианскими, наполненными глубокого смысла. Христианские общения – это не посиделки, это не совместный просмотр каких-то фильмов, это не обсуждение кого-то, это не распространение каких-то сплетен и так далее. Христианское общение должно быть наполнено назиданием из Слова Божьего. Христианское общение – это молитвы, это прославление Бога, это духовная поддержка друг друга. Мы считаем 1 Коринфянам 14, 26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Итак, духовное общение христиан – это прославление Бога, это назидание, это действительно, это общение, когда Господь является в центре всего. В центре наших общений, братья и сестры, должен быть Христос. Если Христос будет в центре, тогда общение, оно будет духовным, тогда общение будет правильным. Твердым фундаментом для нашего общения пусть всегда будет наш Господь. Написано, мы с вами прочитали, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Стих пятый. Всегда, когда Господь с нами, всегда это общение будет светлое, духовное, благословенное. И в церкви, когда мы совершаем собрания и по домам, и на свадьбах, когда мы в арендованных зданиях, иногда у меня сердце болит, что там происходит что-то не то, что-то недуховное, неправильное. Христиане вроде собрались, чтобы прославить Господа, чтобы получить благословение, а мы туда вносим недуховные вещи, недуховные какие-то моменты. И тогда дух, он находится в унынии, в смущении, потому что неправильно. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы везде, где бы какие общения в нашей жизни не были, чтобы они были духовными, чтобы Господь был в центре наших общений. Наши общения, они говорят о нашей духовности, о наших отношениях с Господом. Мы не должны сегодня уподобляться миру, где качество общения никудышнее. В нем безжалостно убивается время, анекдотами, ругательством, оскверняются души и тела, где пьянство и разврат. Один известный журналист посетил христианское общение, он сказал такие слова. Вы действительно общаетесь на уровне души. У нас подобные мероприятия на уровне тусовки. Как хочется, чтобы христианские общения, они не были на уровне тусовки, но чтобы на наших общениях имя Господа прославлялось. Мы читаем в первом послании Коринфянам 12, 5. Служения различны, а Господь один и тот же. Итак, пусть Господь благословит, чтобы эти общения были духовными, они были христианскими. И последнее, третье. Общение друг с другом удивительным образом, в общении друг с другом удивительным образом действует кровь Иисуса Христа. Седьмого стиха. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Некоторые говорят, что меня кровь Иисуса Христа очищает независимо от моего общения с верующими, независимо, где я нахожусь. Люди говорят так. «Я напрямую общаюсь с Богом, и при чем здесь церковь? Я через интернет получу больше назидания от лучших проповедников, чем на собрании по местной церкви». Братья и сестры, оно не совсем так. Не совсем верно. Наш текст, который мы прочитали, Священное Писание говорит так, что когда мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Это стих седьмой. И дальше мы считаем, что когда мы находимся в общении друг с другом, тогда на этом месте особенно действует кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, написано, очищает нас от всякого греха. Мы не можем сегодня добавить к этому или убавить, но так написано. Когда мы находимся в общении с народом Божиим, то тогда особенно проявляет себя Господь через действия своей крови. И мы читаем, что глагол очищает, он не какого-то прошедшего времени, но он в настоящем времени. Это значит, что во время общения верующий находится под постоянным воздействием Иисуса Христа и Духа Святого. Происходит исповедание, происходит покаяние, происходит очищение кровью Христа. Знаете, можно и нужно молиться дома, можно и нужно молиться в машине, когда мы находимся на работе, но написано, что кровь Иисуса Христа особенным образом действует, когда мы находимся в собрании святых. Кровь Иисуса Христа действует на сердца нашим очищающим таким средством, способом. Мы читаем в 9 стихе. Если исповедуем рехи наши, то мы получаем прощение. Мы также понимаем, что особое воздействие происходит и на сердца неверующих людей. Мы прочитаем 1 Коринфянам 13 глава. Когда неверующие люди приходят в церковь, то также Господь особым образом действует на их сердца. 13 глава с 24 стиха. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то Он всеми обречается, всеми судится. И таким образом тайны сердца Его обнаруживается, и Он пойдет вниз, поклонится Богу и скажет «Истинно с вами Бог». И так действительно происходит особое действие Духа Святого. Особо Господь стучится в сердца как верующих людей, так и неверующих. И происходит вот это очистительное действие крови Иисуса Христа по отношению к нам. Господь, написано, Он очищает нас от всякого греха. Итак, пусть Господь благословит, братья и сестры, чтобы мы с вами дорожили общением, чтобы каждый из нас ценил вот этим Божьим даром, который есть сегодня у каждого из нас. Общение, оно имеет глубокий смысл и значение. Это сообщество, это соучастие, это связь, это соотношение, это помощь. И действительно, общение для христиан имеет очень важное значение как в жизни повседневной, так и в служении Господу. Псалом 15, с первого стиха. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны, к святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Аминь. Помолимся.